Доброе утро! В эфире вновь новости на телеканале Катунь24. Меня зовут Егор Матаев. Начинаем выпуск. Количество автоугонов растет в Алтайском крае. По статистике за год похищают больше 500 машин. Преступники пользуются самыми изощренными способами – краш и угона. Какими именно и, главное, как не остаться без автомобиля, расскажет Вадим Слюсарев. Эта блестящая Тойота у Дмитрия два года. Он потратил много сил и средств, чтобы привести автомобиль в надлежащее состояние. И для него этот экземпляр дороже рыночной цены. Предыдущую машину Дмитрия вскрывали угонщики. Тогда их спугнули, но память о неприятном инциденте осталась. Поэтому именно апгрейд системы безопасности нового авто стал первым пунктом в списке усовершенствований. Разные устройства. И не штатные, и не такие, которые в магазине продаются уже. Свои доработки индивидуальные. Где-то на форумах посмотрел. Ну да, да, да. Электрики там помогли, подсказали. Средства защиты и угона совершенствуются еще со времен первых серийных авто. Например, чтобы открыть советскую машину, хватало линейки. Когда появились электронные сигнализации, народные умельцы начали использовать подручные средства. Даже из приставки «Тетри» сделали иммобилайзеры. И детская игрушка превращалась в ключ от автомобильных дверей. У нас же есть кулибины, которые мастера. И есть, говорят, вот на всякое действие есть противодействие. Придумывают сигнализацию, соответственно, этому люди начинают уже думать, как ее открыть. Вот и начинается процесс. Автоугонщики могут купить средства для взлома в интернете. Цена вопроса – полторы тысячи рублей. Причем такая покупка совершенно легальна. Нет ответственности, закрепленной за приобретение, реализацию такого рода приборов. Но, опять же, их использование и задержание, безусловно, влечет в уголовную ответственность. Безусловно. Потому что их использование в части того, что люди совершают преступление с целью обогащения, хищения чужого имущества, уже влечет за собой определенную уголовную ответственность. Чаще всего авто угоняют с неохраняемых парковок, реже – с придомовых территорий и возле магазинов. В среднем за год количество угнанных автомобилей от 450 до 500. И автомобилисты все чаще обращаются в специальные центры, чтобы обезопасить своего железного коня. Для этого применяются комплексные системы охраны. То есть это сигнализации, иммобилайзеры, электромеханические блокираторы капота, дверей, бронепленка на стекла, ну и другие авторские средства. В этом году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось количество краж в среднем на 17%. Положительную динамику сотрудники госавтоинспекции связывают с профилактической работой. Автомобилисты стали трепетнее относиться к безопасности своих транспортных средств. Улучшается и статистика раскрытия подобных преступлений. И Алтайский край считается одним из ведущих регионов в этом показателе. Вадим Слюсарев, Дмитрий Козерлыг, Сергей Седых, Денис Кузьменко. Новости. И о спорте. Рекорд мира установят в это воскресенье в Барнауле на самой массовой городской тренировке. Мероприятие проходит под девизом «Без тебя он не состоится». Организаторы намерены собрать 4056 человек и прославить Барнаул как самый спортивный город планеты. Зарегистрироваться можно на сайте, который вы видите на экране. Также заявить об участии можно в день мероприятия. 17 часов на главном футбольном поле по адресу улица Энтузиастов, 12В. Приходите заранее, чтобы успеть подать заявку на участие в мировом рекорде. А прямую трансляцию самой массовой городской тренировки можно будет увидеть в эфире телеканала «Катунь-24», а также на нашем сайте katun24.ru. Начало в 19.00. Не пропустите. Два брата-близнеца, известные на весь Алтайский край. Программу «The Best of the Best» аккордеонистов Игоря и Олега Шиминых можно увидеть завтра в эфире нашего телеканала в проекте «Живой концерт». Игорь и Олег Шимины занимаются музыкой с детства. Начали свое образование по классу фортепиано. Дуэт «Твинс» они основали в 2012 году. С тех пор неоднократно становились лауреатами и обладателями гран-при, краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсов. Презентацию их новой программы «The Best of the Best» мы записали специально для зрителей «Катунь-24». Смотрите «Живой концерт» 1 сентября в 15.40 и 2 сентября в 12.30. У меня все. Хорошего дня!